Продолжаем работу над проектом мобильное приложение серверной части, добавим телеграмм. Итак, ребят, какие условия? На сегодняшний день, на сегодняшний день, ребята подтянулись. Вот допустим, если посмотреть того же Михаила, того же Михаила, что есть приемлемое в чтении кода? То есть, как с этим дела у вас, да? Иными словами, действительно, Михаил довольно круто читает код, теперь это надо переводить в плоскость, в практическую. Основная задача, основная задача. Начнем мы с выворачивания наружу Django REST фреймворка. Django, работа с API, Telegram, опять есть API, туда можно встроить и ИИ, и GPT, все что угодно. Мобильная часть сладцы можно писать на Kotlin. Значит, обращаю ваше внимание. Этот проект, он не для новичков. То есть, пришел новичок, говорит, я в коде не бываю, но я хочу писать. Есть куча курсов ребят, где действительно вам скажут, все круто, ты придешь, мы тебя похвалим, и ты будешь писать. Таким ребятам можно начинать, но обязательно подключить индивидуальное обучение для того, чтобы научиться читать код. Для этого надо много-много пройти. Тогда будет результат прекрасный. Ребятам, которые опытные и у которых есть индивидуальное обучение, на этот период, наоборот, надо нарастить свои усилия, так как для того, чтобы довести их до уже профессионализма. Так, ну, даже мне писали, ребята, где-то пропала Катя. Катя никуда не пропала, Катя здесь. Катя, вам сразу задание. Вы сейчас с Римой готовите план изучения дартсходу. Значит, отдаю четкую подсказку. В плане должно быть четыре вещи, описанные четко. Не план, а свое видение. Функция и метод класс экземпляр. Применение в дарт. Четко с кусками кода. Вы работали с функциями обратного вызова. Я жду от вас следующего отчета. На DevHackers я видел ваши функции. Они многим помогают. Значит, по каким принципам работают, я имею в виду, это объекты первого класса. Да? Дальше. Основные параметры и условия применения. И примеры кода. Что мы должны достигнуть? Ребят, никаких соплей. Я от вас жду следующих моментов. Последние где-то полгода мы работали постоянно с документацией и исходным кодом. Итак, сейчас надо вывести практический навык документация плюс исходный код и для того, чтобы писать свой код с головы и на основе документации, понимая принципы. Иными словами, это выглядит должно примерно следующим образом. Показываю, например, избитые функции. Если мы зашли, например, документация Django и взяли избитую функцию, которая чаще всего применяется. GetObjectOr404. Четко прочитали параметры. Дальше. Посмотрели примеры. Следующий шаг. Зашли в исходный код. Посмотрели. Открыли функцию. GetObjectOr404. Начали читать функцию. Дошли до kerset. и getObjectOr404. Поняли. Так как функция в Python объект первого класса, то здесь ожидается применение kerset переменной как объекта первого класса. Все. Все стало на места. Именно то, что вы и увидите здесь везде в примерах. Приняли решение. Понятно. При написании кода использовать переменные. Под переменными в данном случае имеется три вещи. Это модель, менеджер, выборка объектов. Открыли документацию, написали код. Ничего сложного. Принцип участия в проекте все знают. Напоминаю. То есть, это в школе вообще не практикуется подход. Приходит человек и начинает там что-то спрашивать. В школе каждый показывает свои знания. Значит, когда человек выполняет задание, он может рассчитывать на обратную связь. Если человек не выполняет задание, значит, он может быть просто наблюдателем. Спокойно делать свое удовольствие. На обратную связь не рассчитывать. То есть, если вы помогаете другим, то тоже можно рассчитывать на помощь. Если вы не помогаете другим, значит, вы не можете рассчитывать на помощь. Что делать, если человек новичок, например, да? Брать индивидуальное обучение и, я сказал, нет такого, что я не знаю. Стоит вопрос, с чего начать освоение дарт. Имеется в виду дарт сходу. Когда это возможно? Когда человек знает прекрасно один или два или три языка. Стоит здесь вопрос именно освоения дарт сходу. Значит, посмотрели план, который написал, например, Катя. И все это проделали, но со своего угла зрения. Но приняли участие и сбросили. Тогда придет понимание. Работаем. Самое главное для новичков. Обращаю внимание. В школе есть индивидуальное обучение. Не надо ждать. Здесь вот то, что Михаилу видео я дал, посмотрите, да? Михаил за 4 или за 5 месяцев примерно научился так читать код. То есть, новичкам лучше всего совместно взять индивидуальное обучение. Тогда результат будет гарантирован. Не надо думать, что придете, а я возьму практику, сейчас буду смотреть, как делается проект, я буду писать. Вопрос же не в этом. А чему же тогда Михаил 5 месяцев учился? А учился системе работы с кодом, чтобы четко понимать, что такое класс, функция, метод, экземпляр, в чем схвостство, как работает функциональный объект, почему он так работает, как передаются значения, переменные, где они хранятся и так далее, и так далее, и так далее. То есть, есть определенный уровень знания, чтобы подойти к коду. Все это можно делать совместно с этим проектом, но тогда делать именно с индивидуальным обучением, оно недорогое. Плюс придется смотреть уроки. Никто не говорит лететь. Работайте в своем темпе. Но работайте. Приняли решение. Должен быть проект. Все. Какие факторы успеха и целей должны быть достигнуты? Четкое чтение документации. Большинство ребят это уже умеют. Освоение медной практики. Документация только что показывала. Плюс входный код. Дальше начинаем писать свой код. Языки. Python, Dart, JSON формат, API разные. И будем Telegram, и Web, и, грубо говоря, и DRF, и так далее. JS, нода, это то, кто захочет писать, чтобы было морда сайта. Можно делать на Kotlin. Flatsy. Мы будем основное брать Flatsy. Flatsy как мобильная часть. Ну и все другие вещи. Настройка Debian сервера тоже однозначно нужна. Программист должен уметь настроить сам сервер и сам его оптимизировать. Обсуждение там, где и планировалось, начинается и дальше разветвляется с проекта, с вопросов. Дальше разветвляется по РЭПа и по другим вещам. Плюс уроки. Уроки находятся на DevHackers. Плюс понятно, что уроки по Django также придется посмотреть. Потому что я буду останавливаться только на основных местах. Django 4, Django 5. Надо посмотреть, проделать уроки. Общее представление получить на сайте DevHackers. Этот текст будет сброшен. В описании видео все посмотрите. Для тех, кто хочет быстро, нифига не получится. Для этого есть куча, ребят, курсов, где говорят, за 3 месяца вы там станете программистами. Вас обманывают, не станете. У каждого есть свой период. Что я убедился точно? И что убедились ребята? Есть небольшое, но количество людей, которые уверенно стали на ноги в программировании. Сейчас вот на подходе еще Михаил. Класс. Класс человек идет. Сам все. Я только давал задания. Все своими ручками. По 3, по 4, по 5 раз подходил к одному и тому же вопросу. Но тем не менее осиливал. Сегодня имеет то, что имеет. Код читает. Исходный код открывает. Читает уверенно. Классно. Конечно, на данный момент такие люди, как Миша, вам будут только в помощь. Почему? Потому что они, по крайней мере, могут объяснить вам код. И это будет легче. Я думаю, что очень много выросли за это время девчата Кати и Рима. Я думаю, будет помогать Дима своей торнадо. То есть, каким-то... В общем, народ собирается довольно сильный. Прочитаю вам некоторые вещи. Что же я хотел вам почитать? Смотрите, что написал человек. Кто с Валерием давно, кто-то недавно пришел. На данный момент это лучшая система по учению программирования с нуля и для тех, кого каша в голове. По сути дела, это когда человек приходит и у него каша в голове от программирования, это именно те ребята, которым действительно мне нравится помогать. Почему? Потому что я могу в этом случае помочь. Многие действительно думают так, мол, я хочу написать проект, а вот разбираться, как он пишет, что такое функции высшего порядка, там, первого класса, колбеки. Это не надо, не надо мне, да? На практике показалось, что все наоборот. Дима сегодня пишет, то есть, я опять... Игорь пишет на нескольких языках. Дима своей торнадо на шести или на семи языках пишет. Я хотел вам показать вот его помощь ребятам, да? Вот Дима четко написал. Увы, очень важно, да? Все лежит на поверхности, перед носом. Обучение программирования, это не изучение каких-то суперсложных технологий. Это все наоборот. Увидеть то, что на поверхности, то, что перед носом. Благодаря Валерию я это увидел после три с половиной года в Блукал, да? А в школе, в школе, за пять месяцев все у него прорвало. Лично мне когда-то понадобилось на понимание девять лет. То, кто занимается по индивидуальному обучению, понимает все это быстро. Потому что все это пройдено, со стороны видно, куда и что подсказать. Ну и... Еще. Больше работают на практике. Ну, в общем-то, такое где-то. Надо понять одно. Документация всех языкового программирования и любых библиотек пишется одинаково. Однажды понимая документацию, однажды отработав метод документации исходного кода, мы можем легко писать код. Поэтому сейчас задача при написании проекта внедрить этот метод уже полностью до практики сделать, чтобы человек свободно мог писать. Все пока. spb-teletut.ru